вы уже тут здесь давайте подведем краткие итоги сегодняшнего дня скажу вам честно этот день меня очень сильно удивил то есть как бы я естественно где-то в глубине души и очень сильно хотел чтобы она была так но вы же понимаете человек предполагает а природа кино это располагает поэтому где-то так очень далеко были кита проблески надежда но я старался задавить чтобы не дай бог ничего не сгладить давайте пройдемся по результатам сегодняшнего дня скажу честно судьи устали ужасно в общем так как некоторые не сказали мы на это не подписывались ну извините как говорится взялся за гуш не говоришь он не дюж и так у нас по результатам сегодняшнего дня получается следующая картина была поймана сегодня 204 карпа 204 к точнее как бы не сегодня ну за со вчерашнего 6 утра то есть считать и за полутора суток 204 карпа общим весом 422 килограмма 360 грамм ну те кто смотрел таблицу я правда не помню выставил ли я таблицу на фейсбук по моему не выставил вот некоторых команд я могу сказать конкретно по дню например команда лидер за сегодняшний день взяли 23 карпа единственное что эти все карпы в общем то средним весом килограмм плюс-минус так что есть команды у которых просто рвало то есть это вы опять же поймите да то есть это 23 зачетных к количество незачетных карпов которые были вынуждены просто выпустить до прихода судей я думаю нам один к шести как мне сказали джеты где-то один к шести то есть один зачетный на шесть незачетов зачеты это начать рыба до 980 грамм причем до 980 грамм на весах судейских очень часто возникали конфликты потому что весы у команды весы у судей отличаются соответственно может быть разница поэтому я всегда предлагаю командам если на их весах рыба весит например килограмм то скорее всего есть большую шансу на судейских весах она будет весить меньше пеша привет повторюсь еще для тех кто подсоединяется кто не видел таблицы что за сегодня чисто за сегодня было взято 290 килограмм рыбы и 143 карпа за сегодня было поймана есть как бы еще несколько достаточно уникальных моментов но один из них по крайней мере точно есть который поставил нас в тупик у нас на сегодняшний день есть два big fish а вы спросите меня как такое может быть потому что big fish бывает только один да ну конечно правда но только если две команды взяли каждая по карту весом в 7 килограмм 60 грамм то у кого из них big fish хороший вопрос у нас команда wild carp которая находится на пляже амнун и команда бобер айл фокс взяли рыбу совершенно одинакового веса в двух разных местах и теперь у них у обоих по нашим правилам есть одинаковый big fish естественно очень надеемся и верим в то что ближайшие несколько дней этот результат будет побит и какая-то из команд возьмут рыбу больше чем 7060 соответственно тогда этот big fish автоматом идет к ней и соответственно вот этот спорный вопрос будет решен сам собой если же он не решится до пятницы ну тогда будем думать каким образом эту проблему решить потому что как вы все прекрасно понимаете когда мы заказываем кубки или дипломы мы заказываем их за счета максимум трех человек в одной команде никак не двух у нас уже был претендент поэтому не хотелось бы снова с этим столкнуться пока на данный момент даже нельзя четко сказать какая зона и какие пляжи боя перспективны потому что есть очень перспективные точки на каждом пляже и на одном и том же пляже причем рядом стоящие сектора одни могут ловить другие почему-то вообще не ловят тут к сожалению к пример команды jetstream который сейчас на восемнадцатом месте как бы можете посмотреть по таблице когда я выставлю на фейсбуке увидите что восьмой сектор ловит десятый сектор ловит они почему-то у них не получается что-то там не получается хотя если так посмотреть по рельефу то почти у всех там совершенно одинаково рельеф единственный плюс у команды джипетто у них с левой стороны находится стена камыша откуда скорее всего и выходит рыба в общем то поэтому но при этом опять же команда джипетто стрим дайте я гляну до вчера они не поймали ни одной рыбы и сегодня они начали ловить рыбу фактически после обеда и и у них когда это поперло до причем у них 8 рыб на так что и средний вес какой у нас джипетто получился 2 килограмма 140 грамм достаточно неплохой средний вес у рыбы который берет команда сандрюша флейшман светловский паша и береза влад который вернулся называется в карпфишинг костя юки ли саша и милинг из костя вверх на кости херсонский милинг из пока на первом месте они его удерживают в общем то уже почти день можно сказать так у них вес 54 килограмма 24 рыбы но скажем между вторым и третьим местом есть разница всего 90 грамм второе место у нас сейчас занимает команда лидер у них 46 килограмм 28 рыбов рыбов а третье третье место вышла команда глисонов лукманов и молодцы ребята они смогли за полтора дня все-таки раскусить свой сектор понять как там работать там очень сложный сложный из огромного количества зацепов и они там оставили наверно больше половины своих грузил и оснасток в этой зоне пока не поняли как нужно правильно выводить рыбу них есть только один небольшой проем окно куда можно то рыбу вывести и там для того чтобы это сделать нужно исполнить такой гаитянский танец я бы сказал прыгая начали в одну сторону потом другую чтобы повернуть карпов именно в эту дырку и оттуда его взять что еще интересно было сегодня ну погода была очень замечательно солнце я весь день проходил футболка с коротким рукавом естественно вечером как только солнце зашло сразу стало холодно пошел пар изо рта ну это уже общем-то для февраля это достаточно характерно завтра у нас вторник завтра к нам прямо у нас мы что называется пошли по рукам к нам хотят приехать различные каналы телевизионные и также и интервью хотят взять на радио рэшет бэд 13 канал 11 канал кам короче все хотят поснимать чем некоторые из них очень интересно не на сказал что они хотят приехать именно в среду а давайте скажем что мы все не получили звонок от управления пляжами с предупреждением штормовым на среду нас предупредили чтобы их прогнозом порывы ветра будут достигать 100 километров в час при сильном дожде и при температуре порядка двух градусов тепла то есть это же называется полный экстрим для всех команд поэтому сегодня судьи когда делали обходы я когда делал свои стримы я всем командам говорил одно и тоже ребята укрепляйтесь привязывайтесь проверяйте все чтобы все лежало так чтобы его мне унесло чертовой матери опасайтесь высоких старых деревьев потому что здесь в основном эвкалипты и они так как по своей природе очень сильных ветрах любят ломаться то есть как бы они не ломаются у основания а ломается основной ветки когда такая огромная ветка кому-то упадет на голову а уже были на кино эти такие претенденты и потом были проблемы со страховками всеми делами поэтому нас предупредили нам сказали ребята мы не хотим закрывать ваш турнир мы не захотим не хотим вас всех выгонят мы закроем все пляжи на въезд то есть никто посторонний не въедет новые примите меры к тому чтобы с вами ничего не случилось потому что будет очень-очень неприятно и обидно и за поломанное снаряжение и за не дай бог здоровья кого-либо поэтому вот этот один из журналистов скажу хочет приехать в среду и когда его спросил ты как бы совсем нормальный вообще да то есть среду когда будет ураган когда будет ветер все да естественно особо месяц и в солнечный день что я там сниму это как бы это стандартная ситуация а вот именно самое такое вот тяжелое время в ураган дождь там град снег снять как команды выживают исправляются с этим вот это как раз и есть сюжет который стоит снимать но принципе наверно он прав вам привет и потом он и я хочу приехать среду и приехать к вам в пятницу я говорю как бы зачем пятницу посмотреть кто остался в живых такой вот юморист так что я не знаю когда когда выйдет этот сюжет который будет снимать кто-то говорил из них что их сюжет будет выходить пятницу но надеюсь что не скажут хотя бы в какое время по какому каналу также будет сюжет на радио как я сказал решит бет но они вроде как хотят сделать интервью с лена лев ну каждый каждой газеты и журнала и телевидения у них есть свои какие-то моменты которые они предпочитают затрагивать есть я которые очень любят затрагивать вопрос присутствие женщин на соревнованиях у них это как бы очень важно что наш клуб не является таким вот российским шовинистским что мы допускаем женщины женщина они с мужчинами соревнуются у нас соревнования но нет проблем меня им дал телефон львов пусть они с ними договариваются и берут у них интервью все работники пока этого пляжа теперь наши просто супер лучшие друзья они все получили от нас памятную футболку многие из них получили памятные кружки про которые говорил еще вчера и короче они теперь как бы при виде меня там чуть ли не там не падает ниц просто друзья навеки и все что надо все что хочешь только скажи любая помощь он сегодня была ситуация когда на пляже цейлон какая-то команда молодых ребят включила громко музыку а эти пляжи официально в прошлом году были признаны как так называемые тихие пляжи на которых запрещена музыка и всяческие усилители колонки не буквально через там 10 минут к ним после моего разговора естественно примчались работники пляжа лично отарабанили этот усилитель в машину и сказали что если это повторится будет вызвано полиция так что тут по крайней мере у нас все хорошо судьи реально сегодня очень тяжело работали об этом говорю вначале они все включили с самого начала в стрим ну как бы да вот представьте себе на секундочку команда лидер 23 карпа до 6 23 карпа взвешивается рыба то по одной и нельзя взвесить вместе потому что там может попасться какая-то незачетная поэтому взят на взвешивается каждого рыба в отдельности и на взвешивание одной рыбы уходит наверное в среднем минут пять не меньше потому что рыбы нужно вынести из воды ее нужно положить в сумку для взвешивания потом нужно дать точнее даже не так вначале сумка для взвешивания обнуляются с весами чтобы весы показывали ноль после этого кудется рыба потом дается в воде стечь через эту сумку после этого рыба цепляется за крючок надо подождать пока весы устаканятся и зафиксирует вес после этого рыба снимается участник команды берет эту сумку идет с ним воду выпускает рыбу беру следующий мешок и так пока все мешки не придут на взвешивание вот и представьте себе 23 рыбы сколько времени занимает взвешивание одной команды от таких команд там было очень много то есть реально судьям пришлось попахать и фактически они вышли четыре часа и вернулись они по моему где-то в районе пол восьмого вечера понимаете насколько времени это один берег всего лишь был есть еще как бы это не проблема просто команды которые сидят на пляже амнон у нас на севере там всего три сектора но там к двум секторам очень тяжелый подход то есть там можно только пешком и очень далеко то есть нельзя подъехать машины близко и поэтому одна поездка на взвешивание этих трех команд это час потому что только доехать туда это около 20 минут если не больше да не не час вру полтора часа поэтому так вот и получается на что вроде как всего три сектора так много времени на уходит на на их взвешивание завтра еще вроде как до обеда обещают более-менее нормальную погоду потом обещают нам начала плохой погоды жалко мне судей потому что в среду скорее всего несмотря на ужасный ветер будет хороший клев так обычно сюда нас и бывает что при ураганном ветре который особенно когда ветер дует в лицо отбойная волна вымывает из берега много всяких вкусняшек для рыбы рыба с большим удовольствием подходит ближе и очень часто бывают такие ситуации что подходит более крупная рыба и несмотря на вот эти ужасные условия как бы команды с одной стороны них проклинают а с другой стороны благодарят бога потому что именно благодаря этой погоде этому ветру и волне эта рыба подходит берегу ее можно более легко взять в общем-то даже не забрасывая за горизонт соответственно проблема с хранением этой рыбы прекрасно понимаете что рыбу нужно занести на безопасную глубину а когда у тебя полтора метра волна то ты ничего не можешь никуда занести тебя просто смывает избивает с ног так это было и в прошлом году кстати и позапрошлом и поэтому судьям фактически приходится мчаться на любую пойманную рыбу в любой сектор где она только поймалась потому что команда нереально не может эту рыбу держать в воде до прихода судей на стандартное взвешивание есть команду которых есть специальные люльки мафты карповые такие которые выполнены в виде ванн которых в общем то можно хранить особенности мелкая рыба ну там на штук 6 7 можно положить без опасности повредить но не у всех команд естественно такое есть опять же огромное количество мелочи и получается по нашим правилам в мешке может быть не больно не более двух карпов одновременно мелких соответственно мешки быстро заканчиваются и тогда опять же звонок судьям с криками что скорее спасайте у нас закончились мешки а была опять рыба и мы сейчас стоим и держим ее просто в подсадке в воде то есть когда вот такой стиль как сейчас то можно стоять бандерсах в воде и ждать судей но когда у тебя идет волна и заливает просто в этот костюм удовольствие ниже среднего сразу говорю о фоне на суде мне вспоминал когда он стоял держал рыбу в подсадке пока судьях те я не были совсем рядом с судьями то есть судим там буквально было пару минут добежать но все время что судья там пока не взяли треногу весы протоколы пока не прибежали он стоял в воде и вода заливала им просто заворотник и вот он стоял в холоднючей воде снаружи и внутри и когда он вышел уже из воды и вылил эту воду из своих лидерсов там было помыть столько же по весу как и сам волк так что будет наверно будет не знаю как хоть весело не весело но будет action будет движуха подождем я очень сильно надеюсь что все-таки прогноз меняется немножко мы уже видели что есть смены на пятницу вместо сильных дождей слабые дожди а у кого-то даже показывает что дождей не будет поэтому подождем может быть действительно будет не весь день в среду сплошняком ураганы и дождь и град и снег может быть будет пару часов которые могут пережить потом вспоминать это все в общем то на сегодня это вся основная информация никаких больше особых новостей нет я сегодня сделал стримы эфиры из секторов нашей зоны то есть от 17 до 8 сектора я прошелся завтра я хотел идти дальше но завтра опять же где сказал к нам приезжают журналисты с разных новостных каналов хотят снимать и не по-любому придется с ними общаться поэтому пока они не свалят я не могу пойти вероятнее всего если я смогу пойти это будет после 10 11 утра надеюсь что к этому моменту погода еще не так сильно испортится чтобы не было уже возможности дальше снимать стримы многие стримы были короткие по причине того что я пришел достаточно поздно уже к некоторым командам когда они заканчивали иногда заканчивать кормление и они не могли бросить кормить потому что мастера там буквально полчаса поэтому это было все на ходу ну ничего страшного главное что я снял можно посмотреть на том же фейсбуке зайти в мой профиль и вы там все найдете вот завтра я опять же в это же самое время здесь что вечера выйду с новостями уже вторника надеюсь что смогу чем-то вас порадовать и могу сказать так что мы очень боялись февраля мы очень боялись конца февраля особенно потому что было много мнений о том что карп идет на нерест и его уже здесь просто нет и он весь будет только там в кустах на севере ну как вы видите по результатам нашим это было не совсем так можно сказать совсем не так из-за того что зима сильно сдвинулась была достаточно теплая погода в общем то рыба есть она клюет ребята ловят некоторые уже устали мы видели несколько команд которые уже как бы ребята вымотаны ну все знали куда шли в общем то поза в прошлом году в в этот же день сколько мы тогда взяли мы взяли в принципе почти тоже самый вес галецкий карта 2018 вторые сутки было взято 400 пункт 50 килограмм карпа сейчас зал взяли 422 разница в 30 килограмм и из таким вот результатом и с возможным прогнозом если смотреть на прошлые года может оказаться так что в этом году мы повторим рекорд восемнадцатого года а тогда мы взяли почти две тонны рыбы несмотря на тоже на плохие погодные условия на дождь ветер наград этом рыба клевала так что будем надеяться всем скажем не хвоста ни чешуи спасибо всем кто присутствовал весь на моем эфире следите завтра возможно я выйду в эфир опять же из секторов может быть я поснимаете журналистов и вечером 10 часов я буду выходить в эфир с новостями поведением итогов спасибо вам всем хороших вам снов до свидания до завтра субтитры